Воспользуюсь я небольшим перерывчиком и запишу еще одно видео по X-серверу для вас. Сейчас мы закончим с LP106.1, разберемся с тем, что такое у нас терминалы, какие есть терминалы и вообще консоли, как между ними переключаться. И еще раз проговорим по технологии клиент-серверной наших X-сов, нашей графики в Linux. На прошлом занятии мы с вами смогли установить X-сервер на Ubuntu сервер, а затем в Ubuntu клиенте просто посмотрели, где лежат конфигурационные файлы и парочку посмотрели команд, относящихся к X-серверу. Сейчас, прежде чем продолжать дальше, нужно поговорить, что сначала, когда мы с вами вообще работаем в нашей Ubuntu Desktop, я обычно запускаю вот эту вот программу, терминал. По сути, этот терминал не является настоящим терминалом. Это такой псевдо-терминал, это программа, которая эмулирует терминал для Ubuntu. На самом деле, в Ubuntu есть настоящие терминалы, настоящие консоли. И доступ к ним доступен через... Доступ к ним доступен. Доступ к ним возможен через нажатие быстрых клавиш. Например, Ctrl-Alt-F1 возвращает меня, вы видите, в первую консоль. Я могу залогиниться, например. И это уже настоящая консоль, а не псевдо-консоль. Вы видите, наверху написано TTI-1, телетайп первый. Можно на всякий случай поузнавать адрес того телетайпа, той консоли, которая сейчас активна, командой TTI. Выполняю ее, вижу TTI-1. Могу так же сделать в Ctrl-Alt-F2. Видите, я во втором терминале. Ctrl-Alt-F3, Ctrl-Alt-F4, F5, F6. Вот они все эти терминалы. F7 это наш уже графический терминал. То есть по умолчанию во многих атрибутивах Linux'а Ctrl-Alt-F7 это как раз графическая оболочка и графический терминал. К слову, если здесь набрать TTI, у нас будет адрес уже не дев слэш терминал, а дев слэш ПТС. То есть ПТС это псевдо-терминалы. А если мы вернемся с вами в Ctrl-Alt-F1, видите, здесь у меня сразу дев ТТИ-1. Это настоящий терминал. К чему я это все говорю? Давайте вернемся, допустим, в седьмой и выведем переменную дисплей. Эхо дисплей. Переменный дисплей говорит о том, какой у нас сейчас активен дисплей. И видим, что у меня активен дисплей двоеточие 0. Двоеточие значит то, что у меня дисплей локальный и нулевой. То есть первый мой по умолчанию дисплей. Все набираться начинается у нас с нулей. Если бы это был удаленный дисплей, у меня было бы написано в 32, 168, 0, 1, двоеточие. И тоже, какой дисплей используется на этом удаленном компьютере. Для чего мы это все делаем? Давайте вернемся в мою первую консоль, Ctrl-F1. И попробуем в ней стартанем X. Мы это уже делали с вами на Ubuntu сервере. Start X. И вот они у нас стартанули. Чтобы понять, где они у нас стартанули, то есть у меня, скорее всего, открылся отдельный дисплей, но видите, в нем ничего нету, в нем вообще я ничего не могу найти. Я знаю то, что есть клавиатурное сочетание для вызова терминала нашего. Ctrl-Alt-T. И вот открылся терминалный. И теперь, если я в нем выведу переменную дисплей, я вижу то, что у меня теперь используется первый монитор. То есть у меня появился новый дисплей, который я создал командой StartX. Раньше это было сделать невозможно. Мне нужно было указывать, в каком именно дисплее я хочу запускать свои иксы. То есть StartX я выписал, слэш, слэш, двоеточие, и указывал, на первом дисплее я хочу запустить графику, на пятом дисплее я хочу запустить графику и так далее. Если бы я запустил StartX просто по умолчанию, у меня бы выскакивала ошибка, потому что иксы уже заняты тем, что выводят графику на первый дисплей. Сейчас Ubuntu стало умнее, и она просто сама создает новый отдельный дисплей. Чтобы убедиться, что у меня это все запущено из первого терминала, я возвращаюсь в Ctrl-Alt-F1. Вот здесь вот у меня открыто после StartX логи, что произошло, как запустилось. Нажимаю Ctrl-C, и вот выключаю X-сервер на своем Ubuntu дисплее. Если я нажму Ctrl-Alt-F7, я в своем нулевом дисплее. Ctrl-Alt-F8 тут больше ничего нет, потому что иксы были остановлены. Возвращаюсь я снова в Ctrl-Alt-F1. Давайте снова я запущу иксы. Отлично. Снова Ctrl-Alt-T запущу терминал. И в терминале, ну, убежусь то, что у меня дисплей первый здесь указан, и заменю эту переменную. Мы уже умеем с вами работать с переменными. Я скажу дисплей, переменная дисплей равна до иточия 0,0. То есть, несмотря на то, что здесь переменная показывает то, что дисплей это мой первый дисплей, я сейчас подменяю значение этой переменной. Я указываю новое значение переменной. И чтобы это новое значение переменной применилось, у нас есть команда export. Export display. Снова проверяю значение переменной дисплей. И вижу, она была 1,0. Стало 0,0. Что это мне дает? Сейчас у меня активным является нулевой дисплей. И все, что я здесь, находясь в первом дисплее, буду делать, будет выводиться на моем нулевом дисплей. Например, я скажу Firefox. И вижу, что что-то произошло, но у меня здесь ничего не запустилось. Ctrl-Alt-F7. И здесь у меня запустился Firefox. То есть, я сейчас в своей консоли Ctrl-Alt-F8 у меня вот здесь является все, где я работаю, клиентом. А сервером у меня стала консоль Ctrl-Alt-F7. Моя седьмая консоль. Напоминаю, у нас иксы работают немножко задом-наперед. У нас сервером является монитор, а клиентом является приложение, которое занимает этот монитор. Давайте вернусь я Ctrl-Alt-F1. Тормозну иксы. Ctrl-Alt-F8. Здесь больше ничего нет. Ctrl-Alt-F7. Здесь у меня и Firefox сразу закрылся, потому что этот Firefox был запущен из восьмого терминала, который сейчас вообще закрыт. И теперь пара команд по клиент-сервной технологии. Если я хочу, чтобы удаленные компьютеры могли запускать программы на моем сервере, на моем дисплее, на моем мониторе, я использую команду xhost. Такая простая команда. xhost. И с плюсиком указываю IP-адрес машины в сети, которой я разрешаю использовать ресурсы своего монитора. Например, 102, 68, 0, 55. И этот хост был у меня добавлен в контрольный список доступов к моему монитору. То есть команда xhost разрешает удаленным приложением использовать мой монитор. И если бы я находился сейчас все-таки на другой машине, на этой 55-й, и захотел бы подключиться к своему монитору вот сюда вот локально, я бы на этой удаленной машине написал бы, как мы уже с вами сегодня делали, дисплей. Мы писали с вами равно, что мы там захватывали нулевой дисплей, по-моему, равно двоеточие 0. Оказывается, так мы писали 0, 0. А на удаленной машине я бы писал не просто двоеточие, а там 102, 168, то есть IP-адрес того сервера, к чьему монитору я хочу подключиться. И вот так вот бы указывал через двоеточие монитор, к которому я хотел бы попасть. Понимаю я, что эта концепция сервер-клиент в применении к xam немножечко запутана, тем, что она задом наперед. Но тем не менее мы сейчас с вами попробовали, вы за мной повторите на своих машинах вот эти Ctrl-Alt-F1, 2, 3, переключайтесь между терминалами, попробуйте из одного терминала запустить x, увидите то, что у вас откроется другой терминал, и попробуйте в другом терминале захватить дисплей, который был уже использован по умолчанию. И таким образом вы сможете как бы понять, как у нас работают вот эти вот все концепции клиент-серверные. И еще мы с вами успели посмотреть две команды, которые позволяют нам разрешать другим приложениям по сети подключаться к нашим мониторам, и, соответственно, как осуществляется подключение. Само собой, вот этих двух действий, разрешить доступ по сети, и подключиться недостаточно, и к серверу должен быть настроен на то, чтобы принимать вот эти вот удаленные подключения. У нас здесь сейчас ничего не настроено, но мы просто показали, как команда xhost добавляет удаленные компьютеры в разрешенный список. Это нас просит делать LPI. Спасибо, что смотрели. Скоро продолжим.